Почему в этом виде спорта так важно, кто именно оказался в зазоре между рулём и сидением? За что именно ему надлежит при этом крепче держаться? И почему за ответами на подобные вопросы в минувшие выходные наша съёмочная группа отправилась в Рубцовск? Сейчас расскажем. Крепче за баранку держись, шофёр. Отсутствие лобового стекла это ещё не повод отказываться от участия в гонке. И второй этап открытого чемпионата Алтайского края по автокроссу, по идее, должен был собрать на трассе близ села Бобково самых лихих автогонщиков Сибири. Однако приехали, увы, далеко не все, кого ждали организаторы. К сожалению, осень, уже заканчивается сезон, кто-то сломался, кто-то просто не поехал. К сожалению, сегодня только 40 пилотов. Было маловато, так скажем, неполные классы были. Как говорил герой одного известного советского фильма, нам ли быть в печали? Если одно колесо оторвалось, не беда, всегда можно доехать на трёх. Главное, не останавливаться ни при каких условиях. Жёсткий поворот был, удар с двух колёс. С двух колёс, короче. Пришлось вставать на этот, зацепил борт немножко, и всё, оторвали колесо. Пусть пропахли руки дождём и бензином не страшно, ведь на водительском мастерстве это сказывается исключительно положительно. На стартовой решётке участники заезда подобны римским гладиаторам. А вот за пределами трассы все они в первую очередь друзья. Соперничество безусловно есть, безусловно есть. В разных дивизионах там борьба. Я думаю, что гонка будет очень интересная, но победит сильнейший. Поэтому думаю, что всё получится. Страсти, причём нешуточные, кипели на этот раз сразу в семи классах. Три из них отдали на откуп юным пилотам. Прекрасная трасса, прекрасная организация. Я должен сказать, что, допустим, в этом году я был в городе Первоуральский, это Свердловская область. Там проходил финал Кубка России. То есть это большие знаковые такие соревнования. И я должен сказать, что в городе Рубцовске организация соревнований не хуже. Секунды на финише напрямую зависят от того, кто на момент заезда оказался в пространстве между рулём и сиденьем. Легко – это когда на компьютере или с джойстиком в руках. В реальной гонке и мастерство требуется реальное. В чём сила? Сила в подготовке машины, мастерстве, пилота, конечно же. Поэтому много факторов. Каким выйти со старта, то есть тоже немаловажно. То есть первый круг, он такой разборочный круг. И в целом он может даже решить исход гонки. Говорят, тормоза придумал трус. И кому, как не автогонщикам, это известно лучше всех. В автокроссе почти как в хоккее. Даже круче. Ведь с этими машинками играют только настоящие мужчины. Вообще без разницы, мужской это вид спорта или женский. Привлекает скоростью, привлекает зрелищностью. Но адреналин, который, я думаю, испытывают гонщики, передаётся даже нам. Рубцовская трасса по своим характеристикам такая единственная на Алтае. Теоретически, возможность проводить соревнования по автокроссу есть и в Барнауле. Но теория в этом виде спорта мало кому интересна. Совсем практику подавай. Уже столько лет рубцовские любители автокросса мечтают о больших всероссийских стартах. Увы, дальше разговоров дело так и не идёт. Огромные затраты нужны для того, чтобы сделать стартовую площадку, заасфальтировать. Вот если удастся заасфальтировать именно зону старта, стартовую площадку, то это одно из требований. И тогда, я думаю, что 100%, что удастся именно сюда, в город Рубцовск, в Бобково, затянуть серьёзные соревнования на уровне Кубка России, на уровне чемпионата России. Рассказывать о соревнованиях можно по-разному, но вот заканчиваются все истории одинаково подведением итогов. Увы, в командном зачёте рубцовчане нынче в тройку призёров не попали. Первое и второе места достались гостям из других регионов, на третьем месте – Барнаульцы. Зато в личном первенстве двукратным чемпионом края стал Александр Анохин. В классе Д3 микро кубок завоевал шестилетний рубцовский автогонщик Илья Гладков.